Здравствуйте всем! С вами я Светлана и вы на моем канале в гостях Умармия. Сегодня пятница и у нас получается девятый день, когда мы заявляем о своих стартах. Старт в проекте совместном с Анной Полозняк «Носочная дюжина». Каждый старт новый проект. Так получилось, что мой проект как бы немного задваивается. Получается так, что во вступлении я заявила связать из четырех моточков коллекцию носочков по теме Гарри Поттера. Соответственно, использую четыре мотка, четыре разного цвета. Ну и так получается, что у меня четыре заявки из одной и той же пряжи, только меняется оттенок. Так, впереди у нас еще три заявки, потому что в дюжине 12 будет. И, соответственно, больше этот проект в заявках участвовать не будет. Если только, я надеюсь, что я довяжу в финальном видео с готовыми работами. Что у нас на настоящий момент? Возможно, этот старт будет самый скучный и малоинформативный, но тем не менее, какой есть. Что мы имеем? Что над чем работаем? Сейчас я вяжу вот свою пару зелененькую. Самые наблюдательные, возможно, скажут, что здесь что-то не так. Что не так, пока еще не покажу. Покажу, что так, что у меня отвязалось. У меня отвязалась вот такая пара носочков. Вот с желтым оттенком. Моя парочка. Она без ВТО, без ниточки я не заправляла, соответственно. Просто довязала, и дабы не потерять моточек, этикеточку от нее прикрепила к носочкам. Все хочется посмотреть в итоговых работах, пока вот как есть. Вот такой. Я планировала к этому видео сделать еще вторую пару, но не получилось. Проехала я пятку, и до мыска еще мне сегодняшний вечер нужно доделать. Поэтому две пары носочков, я думаю, сегодня я галочку поставлю. И останутся только вот такие вот красавцы. То есть как они у меня были заморожены, так они и лежат. Ничего не изменилось. Почему я оставила этикетки на моточках? Потому что у меня часто спрашивают, какие цвета я использую в этом проекте. Поэтому хочу сейчас для всех показать. Зеленый цвет 11-0-12. У меня их здесь два моточка, а вот этих всех по одному. Кроме однотона. Однотон серый тоже два моточка, но он не столько именно к проекту, сколько он существует сам по себе. Значит, 0-12 зеленый, правильно я сказала? Затем желтый цвет у нас 19-й. Огненно-рыжий красный 14-й. И синий-серый 11-й. Я запишу под видео в инфобоксе, потому что в комментариях я там отвечаю девчонкам, но вопросы все равно возникают. Поэтому лучше сразу посмотрим сейчас, попрощаемся с этим проектом и, надеюсь, встретимся уже с готовыми работами. И все цвета я перепишу в инфобоксе, если кому-то это пригодится, найдете там. Также у меня спрашивают, почему именно этот проект я вижу, кто меня заставляет, почему я не могу сменить и начать что-то новое. Почему не могу начать что-то новое? Потому что во вступлении, ну, наверное, тоже скину ссылку в инфобокс, во вступлении я заявила именно эти проекты. А я не привыкла отступать от своих слов, и если я что-то сказала, значит, надо доводить до ума и сказал слово, надо сдерживать. Может быть, согласно проекту и можно что-то видоизменить, но зачем я тогда вступала в проект с этими носочками, это был для меня своеобразный пинок. Ну, хороший пинок это хороший старт, поэтому когда бы я еще связала, если бы не сейчас, я так решила, поэтому смело об этом заявила. Вяжется мне нравится, и надеюсь, до финала я так же докачусь в таком же хорошем настрое и в желании это связать. А почему именно вот дом, ну, в этих тонах, ну, я не знаю, что-то так вот торкнуло, и мне захотелось привязать к этой теме. Эта идея не нова, я это не придумала, изначально я встретила эту идею на Валберес, фотографию попробую посмотреть, найти, показать. И потом у Муркнитки, это был, наверное, завершающий мой пинок, когда я поняла, что все точно хочу. Поэтому и здесь такой хороший повод, вот так вот и понеслось. Все сложилось, звезды сошлись, и я вяжу с удовольствием. Нравятся мне вот эти вот полоски, подгонки, приятная нить. Вопрос, куплю ли я ее еще, навряд ли. Может быть, это был повод отвязать и избавиться от наличия этой пряжи. Ничего личного, но, как бы, хотелось бы мне поработать с теми, которые, ну, с теми моточками, которые у меня есть в запасе. Даже не столько, как бы, не только из бюджетной серии, но и из более дорогой. А также еще бюджетнее, чем это. Ну, в общем, как-то не хочу никого из своих моточков, да, кого, они у меня одушевленные, потому что запас есть. Не хочу никакой моточек обидеть, хочу каждый попробовать, связать. Но вот в данном проекте отвяжу домики. Пожелайте мне удачи, чтобы у меня все получилось. У меня так сложилось, что один проект у меня, ну, выпал. Кто помнит, у меня уже были отвязаны зеленые носочки. Мы по ним разбирали уже, как секции разматывать, что куда и как. Вот он, он есть. Но эта пара выходит из нашего проекта. Сюда она пока больше не будет относиться. В домике будет вот эта пара. Это те же самые моточки. У меня же здесь было два. Поэтому от уже связанной пары все, что осталось, я хочу запустить так же и довязать. Ну, убить двух зайцев, да. И вултайм у меня как раз хвостик подберется. И домик свяжется, чтобы ничего не осталось. А готовая пара, она уйдет и будет фигурировать в другом месте. Так вот получилось, что вот как бы фальстарт у меня. Заново стартую там, где уже вроде как отвязала. Ну, вот желтенький, зелененький, красно-оранжевый, синий и серый. Вот такие вот мои проекты, такие мои планы. Вижу с удовольствием, чего и вам желаю. Хороший майский день, хорошая погода. Желаю вам также впереди хороших, добрых выходных. Мирного неба над головой, крепкого здоровья, веселого времяпровождения. Ну и, конечно же, легких петелек. Пусть все у вас свяжется, все, что хочется. На этом я с вами прощаюсь. До свидания и до следующих видео, до следующих встреч на будущей неделе. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова